Ну, все сибиряки обычно стремятся к жарким берегам. Я точно. И ты, да. Сегодня об этом рассказывала уже. А некоторые напротив жарких побережий приезжают к нам в прохладу для того, чтобы здесь немножечко передохнуть. И такие гости зачастую оказываются волонтерами. И одна из художниц-волонтеров из Мексики у нас сегодня в студии. Паулина де Лос Кобас. Вот так. Доброе утро. И с ней Елизавета Асаратова, руководитель команды Аквагримеров и Екатерина Мадель. Девушки, доброе утро. Доброе утро вам. Ну, расскажите, пожалуйста, как вот Паулину занесло-то к нам? Все-таки только что закончился чемпионат мира по футболу. Многие гости нашей страны уехали уже в Освояси, а Паулина, наоборот, приехала в Сибирь. Углубилась, да. Да. Ну, у нас такая компания творческая. Мы решили Паулину пригласить, не только Паулину. Мы дали запрос в одну из организаций, которая приглашает волонтеров, что мы хотим принять волонтера, рассказать про наше творчество, обменяться опытом. И Паулина подала заявку и к нам приехала. Поэтому мы очень рады. Это первая наша гостья из-за границы, которая у нас уже в течение двух недель с нами занимается этим творчеством, рассказывает свои мексиканские особенности творчества. То есть, ну, мы так обмениваемся опытом. Это очень интересно. Ну, она, наверное, слышала, да, что у нас есть, вернее, был и Василий Иванович Суриков, и сюда есть к чему приехать и поучиться у сибирских художников. Да, да. Именно это ее и сподвигло приехать. Почему ты приехала сюда? Я была очень интересна в русскую культуру. Я думаю, что у вас есть такой красивый родитель, такой красивый язык. И я была очень интересна в встретить в стране, который так разный от Мексико. Ну, да, давайте, в общем-то, мы тебя поняли. Нас пледе, да, очень богатое и художественное, и ментальное язык у нас красивый. И мы хотим посмотреть, какие же мотивы сибирские Паулина, возможно, уже почерпнула и примесет уже к Екатерине. Да, Екатерина. What you would like to draw on Katya? I would like to make something very Mexican, just combined with a little Russian touch that I've been taught in Comando Aquacry. So let's do something Mexican and Russian. Let's start. Паулина нарисует вообще в мексиканском стиле с добавлением немножко того, чего мы научились здесь. А какие вообще у них школа, скажем так, аквагрима или боди-арта, возможно, в целом, можно сказать, вот именно в Латинской Америке? Вот есть их что-то такое, что сильно отличает? Может быть, не именно мотивы, да, такие национальные? Ну, не знаю, подбор красок, например, крупность рисунка, не знаю, что еще может быть. У меня фантазия, она как бы богатая, но не художественная. Дублиннее кожу сначала, да, на лице модели, перед тем, как приступить к рисованию. Давайте, yes, прошу. Паулина, we have a question. You can draw and tell us. What, maybe something different in face painting do you have in your country, something unique? Do you have something? Yes. Maybe some colors, some techniques? Yes, these are usually the colors we use in the Day of the Dead on November 2nd, when we are welcoming the loved ones we lost, and they come back to visit us. So, we celebrate death, and how our loved ones can be able to visit us again on this day, November 2nd. 2 ноября у них празднуется праздник, как бы перевести, how you tell this праздник? Day of the Dead. Ну, это типа Halloween Day of the Dead, да? У них национальный праздник, и у них вот эти цвета самые традиционные, они их используют, собственно, в рисунках, рисуют такие мексиканские маски. Может быть, видели? Да, как племенные, да, такие-таки-таки-то. Ну, не то, что племенные, они очень известные, на Halloween мы тоже в Красноярске их рисуем, везде их рисуем, ну, там такие глаза, и вокруг такие в цветочек, ну, сложно сейчас объяснить. Но, встретив Паулину на улице Красноярской, я бы, честно говоря, даже не подумал бы, что это гости из Мексики. Так хорошо говорит она, да? Нет, если просто... По английским и русским акцентам. Встреча произошла, тогда бы было здорово. Мы не научили, у нас вчера был урок русского языка. Да, Паулина, и что она уже может произнести? Паулина, what can you tell in Russian? Доброе утро, меня зовут Паулина. Давайте нарисую. Давай нарисую. Нарисую? Скажите, пожалуйста, ну, а вы уже успели все-таки Паулину сводить в музей-усадьбу Василия Ивановича Сурикова или еще куда-то? Такие знаковые места все-таки для каждого художника. Мы съездили даже в Дивногорск, показали город, погуляли по центру. Пока до музея Сурикова мы пока еще не успели дойти, потому что Паулина активно внедряется в нашу команду. Мы обучаем ее аквагриму, у нас она проводит несколько мастер-классов. Мы готовимся к нашей мексиканской вечеринке, на которой, собственно, и будем рисовать вот мексиканские рисунки, обсуждать приезд Паулины. Паулина будет рассказывать, как и Россия, как Мексика, основные особенности. Это будет в форме вечеринки с чекилой. Ну, такой слет. Слет что? Да? Мне показалось сейчас, что не показалось что-то? Мексиканский акцент. Какой, вы сказали, будет на вечеринке? Мотивы, да? Да, вот эти. То есть мы будем рассказывать именно про мексиканское творчество и про, собственно, культуру Мексики. Ну, это будет в такой развлекательном формате, что каждый может прийти и поучаствовать в таком мероприятии. Скажите, ну, а вообще вот это хорошая практика, она уже давно в нашем городе, что приезжают люди там буквально с другого края вселенной. Просто даже совсем другой континент. Да, и просто сюда едут, не зная, что здесь как. Да, вот из такого далека. Как же происходит? Небезопасно все-таки. Ну, вот, решила Паулина посмотреть Россию, ей было очень интересно, как это. И вот она, так сказать, рискнула к нам приехать в Сибирь, ну, и поэтому вот мы ее так принимаем. Конечно, мы ее обучали, да, квагримы, она практикуется. То есть это как для наших художников, у нас много художников, но для наших художников возможность узнать русский, ой, английский язык потренировать, познакомиться. То есть как такой большой международный проект. Может быть, мы потом поедем в Мексику в гости. Нет, ну, скорее всего, иностранцы приедут на универсиаду, и вы уже теперь будете понимать прекрасно, что они хотят. Да, они будут садиться к вам в кресло и говорить, я хочу, и, ну, не знаю, что там. Я вот сейчас представлю эту картину, зима, холод, минус 30 в Красноярске, и все садятся на аквагримы, потом с замороженными рисунками ходят. Это, по-моему, надолго. Это хорошая мысль, слушай, Игорь, в Мексике аквагрим популярен, но там же вроде как жарко, влажно, и вот это всего не течет. Паулина, what can you tell about face painting in Mexico? Is it popular or not? Right now it's not very popular for children, more with body art and maybe theater or some movies that's seen. But in the day of the dead we do a lot of parades and face painting with the death team. Ну, а перейти к сюжету, который расскажет нам о том, что вот все хорошо, можно нарисовать себе и на лицее всего у себя, но особенность наша российская в том, что иногда просто бас и нет воды, ни холодной, ни горячей. Как все это смывать потом? В Енисей купаться тоже нельзя. Да, бойлеры ставить дороговато будет, где-то примерно в 20 тысяч обойдется вся эта установка. Ну, Татьяна Рябова выяснила, что можно, оказывается, и сейчас еще, как в советские давние времена, сходить к друзьям и помыться. С тортиком приходите. Ну, или если этот вариант не подходит, и ваших друзей и близких тоже, а не от воды, то тогда куда же все-таки отправиться? Таня Рябова сейчас нам и покажет те самые заветные водные места. Вот теперь знаете, куда можно отправиться. Главное, помните всегда, чистота – это залог здоровья. Как бы воду нам не отключали, мыться все равно необходимо. Хотя бы как коты. Очень неожиданно, да, но чистота была вторая, а еще это очень важно, когда перед тобой чистый холст, для того, чтобы можно было изобразить все фантазии не только художника, но и непосредственно натурщика, натурщицы и модели. Чем мы сейчас и занимаемся, точнее, занимаются наши гости Елизавета Сарапова, руководитель команды Аквагримеров, и Паулина Делос-Кобас, художница, волонтер из Мексики, ребята. И Екатерина, модель, которая помогает нам все это для вас, уважаемые телезрители, проиллюстрировать. Мы вот тут выяснили, что Паулина рисует традиционные для своей страны изображения. Ображения, да, орнамент желтый является, я правильно помню, да, есть же он во флаге мексиканском. Да, да, да. Мы сейчас теперь погоняем по географии. Я помню, да, есть, есть, есть. Да вот, желтый, зеленый, белый. И как раз, видимо, фиолетово это слегка прохлада Сибири появляется. Я вот так трактую этот рисунок. Скажите, Лиза, правильно или нет? И давайте спросим все-таки у Паулины, что можно прочесть, какие смыслы вот в этом красивом изображении. Паулина, how you can describe your picture? What does it mean? This is a Sempasuchil flower. It's a flower we use on the day of the dead, so that the spirit can find the way to visit back the home. So it has a very strong smell, it has a very characteristic color, strong yellow. You can see it everywhere, from October to November in Mexico. It's a very popular flower. Так, ну, насколько мы поняли правильно, да, проверьте нас с Игорем. Вот как раз желтый цветок, это символ духа, который может проникнуть и найти вас в любой момент, в любое время, как добрый, так и злой. Я правильно? Ну, это больше... Она не уточняла, но мне так и кажется. Это символ праздника, ну, Дня мертвых, который 2 ноября празднуется. То есть это цветок, который... Ну да, как вы говорите, как дух, как бы символизирует. И очень популярный цветок вообще цветет вот в Мексике. Он ярко-желтый, как сейчас, наверное, на рисунке. Собственно, вот такой цветок можно найти у них там. Вот у них 2 ноября праздник, а у нас 4 ноября праздник. День народного единства. Все тоже можно раскрашиваться и представлять, какое единение будет. Они со 2-го еще раскрашены, а мы уже 4-го тоже накрасились. И Паулина сюда приглашает. Мне кажется, больше... Вообще, как вы считаете, каким праздником аквагрим больше подходит? Ну, Паулина, спросите ли меня? И вас, и у Паулина, да. Паулина, what do you think for what holiday face painting is popular, more popular in your country? In Mexico? Definitely the day of the dead. Maybe on the day of independence on September 15th, we can have it too. But it's a whole lot popular in the day of the dead, November 2nd. Ну, День независимости после, мы так поняли, Дня мертвых, как бы на втором месте в Мексике. Вот такая интересная страна. А может быть, какие-то личные праздники, не знаю, День рождения, Новый год, рождение ребенка. Есть вот какие-то такие вещи, где боди-арт или как раз аквагрим будет уместен? Нет, в боди-артах мы уже не имеем лицо, но это было немного забавно. Паулина говорит, что на День рождения, к сожалению, как я говорила, немножко отошел тренд у них уже несколько лет. Но Паулина готова вернуться, возобновить, создать, так сказать, предложения в Мексике и дальше развивать эту услугу. Ну, в Красноярске у нас очень популярный аквагрим на вообще летом, на Новый год, ну и, конечно же, на Хэллоуин, как без этого. Ну и на детские дни рождения нас тоже очень приглашают. Ну, это такой dress in body art, да, одеты, типа, вот в какие-то рисунки, можно сказать. Это отлично. Спасибо вам большое, что и вы нас приобщили благодаря гостям из Мексики к боди-арту и к волонтерству. Напомню, что год, между прочим, волонтерство в России проходит, продолжает год добровольчества. И вот не только мы уезжаем, мы россияне, в смысле, в разные точки мира, но и непосредственно к нам приезжают вот такие вот далекие гости, как Паулина Аделос-Кобас, художеца-волонтер из Мексики, Елизавета Сарапова, руководитель команды. Спасибо большое. Такой гримеров, Екатерина Модель, и у вас сейчас есть короткая возможность позвать, мы так знаем, что у вас будет, ну, тусовка, скажем так, боди-артная вечеринка, да, куда, когда приходить, и чтобы можно было уже напрямую с Паулиной пообщаться там и потренировать свой хэппи-инглиш. 24-го числа у нас будет мексиканская вечеринка, где не только будет боди-арт, но будет сама Паулина, и будут интересные конкурсы, игры, даже текила из Мексики, где можно будет вечером в 9 часов... Специальная, безалкогольная сила. Да, да, я нахожусь. Да, то есть можно будет прям приобщиться к культуре, с нами потусить, узнать что-то многое о Мексике. Значит, в это 24-го числа в 9 часов вечера в культурном пространстве на Мира возле ЦУМа, там на третьем этаже, вы все знаете, недавно открылась интересная пространство, туда можно прийти и узнать информацию, можно в нашей группе команда Аквагрим, ее найти в интернете. Ну и что же, непосредственно приобщиться, прикоснуться и поносить Аквагрим. Спасибо огромное, а как будет выражаться благодарность по-мексиканскому. Как сказать спасибо в Мексике? Спасибо. Спасибо. Как-то похоже на... Нет мексиканского языка, знаешь ли, есть испанский, некоторые говорят на португальском. Как спасибо по-русски выражают. Именно выражают, не только даже pronounce, да, но и иллюстрают. Как выражаете спасибо в русском? Вы знаете, как... Спасибо. Да, на здоровье. Спасибо. О, сейчас еще медрее идите в студию. Нет, нет, почему, с поклоном все правильно, именно вот так. Я поблагодарю гостя, ты, может, более сдержан, поскольку, ну, это не в твоей мере. Ну, все, девушки уже разговаривали, сейчас просто нужно заканчивать этот вот обмен за любезностями, потому что, может, это не закончится, не прекратится никогда. Хорошо пообщались, но доминант от тестостерона возвращается, поэтому беру все в свои руки. Итак, предлагаю сейчас внимательно посмотреть мультфильм, который, как обычно, у нас открывает второй час, и поучаствовать в розыгрыше сертификата на 500 рублей в парк семейного отдыха Magic Land. Смотрите внимательно, запоминайте каждый кадр.